доброго времени суток зрители канала поршень покинул чат да это в общем то я тут точно так же и одет как и в прошлой серии локация та же самая ничего не изменилось да мы просто снимаем сразу же вторую серию так она и есть в общем что я вам сейчас расскажу обратите внимание на мой бамперок оригинальный м3 м3 да грязно до сыра некрасиво а что вы хотели зима как-никак в общем то что это такое это м пакет ский бамперок м3 оригинальный вот тут конечно история с ним связано замечательно в общем то я его купил бы ушным купил просто таки за бесценок он был в очень плачевном состоянии он был потрескан побит я его выкладывал выклеивал потом красили вот как сказал купил бы ушным поехали в другой город с кентом и тут конечно была забавная история не знаю даже стоит ли ее рассказывать потому что моя жена возможно увидит этот выпуск услышит потом у нее будут ко мне вопросы но я рискну в общем едем мы уже с кентом обратно в наш город уже с бампером я на радостях на эмоциях я довольный практически задаром взял такой бампер ну а на трассе естественно стоят представительницы древнейшей профессии я ему говорю невзначай а ну останови ну он в шоке но останавливает что дальше я делаю я вытаскиваю этот бампер подхожу жрицей любви и говорю смотри какой а бампер купил практически за бесценок сказать что она была в шоке это ничего не сказать вот такого развития события она явно не ожидала посмеялись или в машину то поехали себе дальше вот так что дальше потом кастомизировал вот эту вот сетку потому как ее не было в оригинале она идет такие такими полосами просто двойными сплошными мне это не нравилось но здесь кастомизировал вот губу тоже вот приклеил крутил как по мне ну в то кому то может не нравится но главное чтобы нравилось мне теперь я расскажу что тут происходит и что у меня вообще планах планах у меня жабры на капоте и все спереди это будет все ну конечно еще фендеры я страсть как хочу фендеры типа фантом они дорогие поэтому делать я их буду сам вообще ну я так себе планирую но я не знаю что у меня будет со временем потому что мой салон мой салон я делал целый год хотя на самом деле тут работы на неделю все из-за того что клиентам сначала делаешь а потом себе вот здесь у нас зеркало ну и должна была бы быть крышка но она у нас с другой стороны я в конце концов все таки сумел сделать ламинацию карбоном и выглядит это так ну а вот это вот какахо птицы срут и не задумываются куда так что это нормально вы уж нас извините но это нормально то что бампер буду менять тоже поставлю ваем пакет тоже надо будет его приводить порядок потому что я люблю покупать вы уж на и разбитые вещи их восстанавливать фары задние стопы это конечно красота это прямо сказать секс сейчас я вам покажу как они светятся краски еще а вот лично мне очень нравится вот лично мне очень нравится вот эти стопаки они стоят дорого выглядят дорого и они того стоят естественно взял бушными потому как дорого и оплатить не хочу вот и за очень привлекательную цену просто очень единственный минус того что вы покупаете бушные детали может быть вот так у меня скол небольшой но тем не менее он еще этот скол на резинке и туда влага не попадает так что мне повезло ну а теперь боль теперь немножечко боли идем покажу вот такая вот неприятная ситуация здесь когда-то арка уже менялась варилась красилась машина вся красилась вот но поскольку что-то пошло не так что-то сделано было вообще нет не туда у меня колесо начала разбивать арку а колесо не 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 это стандартное колесо красивое колесо допустим нет не допустим но я не помню и его размеров единственное что скажу это 17 к 17 к должна четко легко жить в этом месте и комфортно себя чувствовать но как я сказал что-то пошло не так и и 17 к началом не разбивать вот эту вот арку в конечном итоге тут естественно естественно тут шпаклевка она начала трескаться вот собственно говоря поэтому все ржавеет несмотря на то что вот этот кусок который вваривался он был оцинкованный то есть цинк цинк если он не оригинал не завода то не спасет к сожалению в планах все это вырезать к ебеням собачьим и в ебашить сюда блять вот этот вот фендер фантом широченный красивенный и чтобы было счастье собственно говоря так и живем так и планируем получится ли не знаю оптимист я да несомненно меня настрой сделать но все упирается во время самый главный ресурс да ладно больше вам показывать тут нечего салон салон вы уже видели нет не видели а то был старый салон а теперь я вам покажу новый смотрите что у меня здесь а а а и 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 в общем то вы видите что было сделано но я скажу поменял потолок точнее говоря потолок остался старый но ткань заменена это у нас черная алькантара потолочная выглядит четко выглядит классно приятно глазу это у нас последствия к вида вот когда ходишь там по всяким не знаю больничкам не больничкам по всяким вот инстанциям то надо еще одевать вот все делал все делал руль делал затертый конечно уже потому что некоторое время прошло все было делано включая подлокотник ручку ручника ручку передать коробки передач сидение единственное что не сделано это дверные карты тут она еще есть а вот с той стороны ее уже нету нету ее там потому что я собственно говоря какое-то время назад начал делать ее начал переклеивать начал туда вот сшили кожаный скажем чехол по форме и планировалось туда то самое это все вклеить поставить вот такую же выстрочку все вот эти вот дела некоторое время назад это где-то полгода полгода я не могу сделать дверные карты при том что я каждый день занимаюсь этим ну не этим но для клиентов вот так так что пословица работает сапожник без сапог печалька печалька но что сделаешь что тут еще сказать да все все был еще здесь такой такой нет это не лайфхак это скажем изюминка этих сидений здесь у нас идет такая полоса вот но эта полоса она здесь не просто так вот кстати здесь и сзади тоже и как бы вы думали что это такое это не просто декоративная полоска вшитая в сиденье нет это у нас не он и сиденья светятся в на в ночи в ночи потому что ну ночью темно и контрастируют очень хорошо потому что не он такой слабенький если честно днем его не видно абсолютно вот но у этого есть свои минусы это как бы был пробный вариант тестировал материалы что можно делать что нельзя и так далее делать такое можно но не из вот этого материала он плох тем что он выгорает это раз а во вторых от того же самого солнца температуры его начинают скручивать и тянет за собой кожу это не сильно хорошо надо будет искать альтернативу мы вам фоточки покажем как она выглядит ночью ну конечно фотки это фотки в живую она выглядит красиво очень красиво гораздо красивее чем на фотках так что если вы в бытгоше можете подъезжать ко мне я вам с радостью покажу будем с вами на сегодня прощаться и как всегда подписывайте колокольчики жмите на лайки вот я оставлю свои контакты в комментариях в описании это так говорят да в описании вот я по этому поводу всегда шучу так типа ссылку оставлю в гулаге дурацкая шутка но тем не менее если вам что-то интересно если вы хотите что-то спросить какой-нибудь совет там или просто срач поднять в комментариях то пожалуйста конечно почему бы и нет мы на это только и рассчитываем так что поднимайте срач в комментариях и если что мы вам всегда ответим и поможем так что запрашиваем так что